В Аргентине появилась новая социальная сеть, предназначенная специально для фермеров. Создатель сайта «Соя Бук», что переводится как «Соевая книга», аргентинский юрист Марьяна Торубьяна говорит, что основной целью его нового ресурса является объединение фермеров в единое сообщество, что позволит им обсуждать разные вопросы. Пока у сайта только тысячи пользователей, но учитывая то, что аргентинцы одни из самых активных юзеров, аудиторию ресурса должна прибавиться. Это точнее РУ. Добро пожаловать на наш телесайт. Теперь информация о задолженности по аналогам и сборам может приходить сразу на мобильный телефон. У ФНС России по Тюменской области запустила сервис СМС-информирования. Первые приветственные сообщения налогоплательщики областного центра получили 14 ноября 2011 года. Новый сервис, который готовили с середины лета, позволит налогоплательщикам Тюменской области получать информацию об имеющейся задолженности по налогам и сборам. Всего на данный момент в базе данных системы чуть более тысячи адресатов. Система Тюменского СМС-информирования отличается от той, что существует в некоторых регионах России. В залах обслуживания налогоплательщику предлагают заполнить заявление, в котором он дает согласие на обработку его персональной информации и лично подтверждает номер телефона. Мы лишний раз перестраховываемся, чтобы информация о возникшей задолженности не попала в чужие руки. В других регионах человеку достаточно отправить с любого номера телефона и ННН, и получить информацию о долгах. Такая информация может впоследствии использоваться мошенниками. Прецедента, конечно, не было, но мы решили заранее обезопасить наших клиентов. Подключить услугу можно заполнив соответствующее заявление в операционных залах налоговых органов. СМС-информация о налоговой задолженности для получателя будет абсолютно бесплатной. Поэт в России больше, чем поэт. А значит, каждый пишущий стихи человек должен иметь возможность быть услышанным. Популярный в поэтических кругах интернет-ресурс стихи.ру предоставляет такую возможность каждому. Стихи.ру – самый известный российский сайт, посвященный современной поэзии. На этом крупнейшем русскоязычном портале зарегистрировано более 300 тысяч авторов и опубликовано 11 миллионов произведений. Создатели стихи.ру видят свою миссию в том, чтобы предоставить всем авторам возможность свободной публикации своих произведений в сети интернет и найти читателей. И действительно, уникальность и универсальность сайта в том, что его облюбовали как маститые поэты, такие как, например, Евгений Втушенко, так и начинающие творцы. О популярности той или иной странички можно судить по количеству ее читателей. Причем счетчик срабатывает тогда, когда кто-то открыл и прочитал ваше стихотворение. Также об уровне поэтического таланта можно судить по количеству полученных рецензий. Ведь здесь не скупятся на похвалу. И вообще атмосфера и культура онлайн-общения на стихи.ру выгодно отличаются от многих интернет-площадок. Произведения можно искать по авторам и названиям. Также существуют разделы, такие, например, как любовная, пейзажная, гражданская лирика и многое другое. Поэтому те, кто считает, что современной поэзии не существует, будут очень удивлены, посетив поэтический сайт стихи.ру. Аналитическая компания Гартнер представила отчет о том, что мобильная платформа Android впервые перевалила отметку в 50%. На сегодняшний день занимает 52,5% всего рынка смартфонов. Годом ранее операционная система от Google занимала всего 25,3%. И на тот момент проигрывала 10% Symbian, которая сегодня стремительно теряет свои позиции на рынке смартфонов. На втором месте обосновалась операционная система Symbian, которую использует компания Nokia. 16,9%. За ней с небольшим отставанием следует яблочная платформа iOS, занимая 15% рынка. Это была программа «Точнее.ру» и напоследок наше традиционное видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok